Весь секрет в наполнителе, микрогранулах, он обладает свойствами псевдожидкости, благодаря чему изделия из него обладают свойством псевдоневесомости. Почувствовать себя в невесомости действительно можно, от космических цен, которые в рекламе не указаны. Промоутеры сделали свое дело, пенсионерка Ольга Трошина побежала лечиться. Не глядя, заключив договор, она купила самый дорогой надувной матрас в регионе и подушку в придачу. Будете лечиться? Вот они, видно, на психику давят этим или что-то. А я говорю, ну конечно буду. Я прям так безрубно, сразу прям вот мне все. А у самой мысли в голове были, говорю, подняться, уйти что ли. Как кто мне держал там, вот прям такое состояние, действительно, я сама с этими не располагала. И позвонить можно, и то, и все. И как-то я вот так доверилась. Чудо-товаров у женщины уже нет. Она их вернула сотрудникам фирмы Космет. Надеясь, что договор на кругленькую сумму удастся расторгнуть. Но оказалось поздно. Банк Ренессанс Кредит перевел денежные средства фирме, которая, как оказалось, не лечит, а торгует спальными принадлежностями. Более того, пенсионерка выяснила, что в Туле на улице Пролетарской есть еще один Космет. И, вероятно, торговцы матрасами выдали себя за сотрудников этого учреждения. А все телефоны, адреса, которые ей дали злоумышленники, ведут в Тверь. Там находится производитель матрасов и подушек. Внучка Ольги Трошиной попыталась туда дозвониться. О спальных товарах сотрудники фирмы и слышать не хотят. У них теперь новый сайт, на котором матрасы не найти. Компания Здоров производит эликсиры молодости. Сменил профиль производитель всего за пару месяцев. Ведь еще в июне генеральный директор фирмы нахваливал свои матрасы на федеральных телеканалах. Это матрас выглядит не как матрас мы себе представляем. А на матрасник вот примерно такой толщины. Подушка классических размеров 50 на 70. Мы просто одеваем ее в обычную наволочку. И матрас мы кладем на наш обычный матрас. И сверху застилаем простыню. И все. Здоров матрасы больше не производит. Фирма, которая называлась якобы Космет, ими больше не торгует. А деньги все равно платить надо. Ольга Трошина должна кредитору. Ввязываться в историю с подушками и матрасами в банке Ренессанс Кредит сама лично не стали. Они заручились поддержкой коллекторов. Теперь деньги из пенсионерки выбивают сотрудники агентства. Кредит Экспресс Финанс. Которые впервые громко заявили о себе в Тульском регионе. Ее шантажировали и унижали. Телефонные разговоры женщина не записывала. Доказать свои слова она не может. Но некоторые должники все же подстраховались. Вы почему себе позволяете не оплачивать кредит? Вы почему задерживаете денежные средства банка? Почему нарушаете законодательство Российской Федерации? Вы почему? Это точно за порядки, которые вы устанавливаете сами себе. Такого давления Ольга Трошина не выдержала. На днях она перечислила долг банку Ренессанс Кредит. Зачинщик этой истории медфирма, торгующая матрасами, вовсе исчезла с радаров. Сначала они съехали с улицы Вересаева на 9 мая. А сейчас их местоположение неизвестно. Теперь пенсионерку уверена, компания врачей-аферистов, возможно, сменила название. Но все еще обманывает Туляков. Она надеется, что сотрудники полиции смогут найти злоумышленников. Илья Логинов, Андрей Ремезов.